Время Стихия буйствовала во всем регионе. К счастью, погибших и пострадавших нет. Скорость ветра достигала более 20 метров в секунду. Из-за упавших деревьев без электричества остались жители Новокубышевска, Сергиевского, Богатовского и Елховского районов. Всего на посту свыше десятка ремонтных бригад, около 20 единиц техники. Энергетики делают все, чтобы до конца дня восстановить электроснабжение во всем регионе. На чеку и сотрудники МЧС. По их данным, только в Самаре и Тольятти упало около сотни деревьев. Повреждены автомобили. Ветром вырвало остановки. Циклон очень активный, который вышел с Черного моря через Нижнюю Волгу на Среднюю Волгу. Будут ветры немножко ослабевать. Мы на сегодняшнюю ночь, на предстоящую ночь ожидаем еще немножко потише ветра. Но все равно остается порывистый ветер до 15-22 метров в секунду. Температурный режим, в общем-то, на ближайшие дни стабильный. Вечером, вернее, 9-15. А днем в пределах 18-25 градусов. Чтобы как можно быстрее справиться с последствиями стихии, в Самаре сформирована специальная комиссия. Представители муниципалитета и МЧС. Для оперативного решения проблем. Эксперты оценят ущерб, нанесенный стихией. Сегодня в максимальной степени эту работу проверить. В полном объеме проверить все адреса. И мне оперативно представить информацию по поводу ликвидации. Сколько убрано, сколько не убрано и в какие сроки это будет убрано. Это касается всех. Замы слышите и работы управляющих компаний. По словам синоптиков, самое страшное уже позади. Циклон отправился дальше. Циклон, который принес в Самару такую погоду, ушел в сторону Татарстана. И все же, по прогнозам синоптиков, как минимум ближайшие три дня в регионе будут господствовать дожди и ветры. Но уже завтра, хоть и ненадолго, из-за туч появится солнышко. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.